Всем большой привет! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о коляске от компании X-Landr. Модель называется X-Pulse. X-Landr – X-Pulse. Вообще бренд X-Landr для меня такое, знаете, приятное открытие. Я как-то этот бренд никогда не замечал. Мимо меня он прошел. Но он появился в ассортименте первой коляски магазина. Посмотрел, изучил. И вы знаете, мне достаточно сильно понравились эти колясочки. Они стоят немножечко дешевле конкурентов. Не сильно дешевле, но есть разница все-таки. И поэтому, на мой взгляд, они стоят внимания. Не потеряв в качестве при этом и потеряв немного в цене, почему бы не рассмотреть этот вариант. Так, мы сегодня рассмотрим с вами прогулочную колясочку с реверсивным блоком. Так, характеристики. Весит она 11,5 кг. Ну, такой средний вес, скажем так. Так, это вес такой книжечки стандартной на резиновых колесах в основном. Так, наклон спинки у нас здесь 110-170 градусов. Это я вам тоже покажу. И с 6 месяцев можно ее использовать. Эту колясочку. И до веса ребенка в 15 кг. Поэтому имейте в виду. Так, давайте начнем ее изучать. Начнем, как обычно, изучение. Мы ее сверху вниз. Здесь всегда уделяю особое внимание ручкам. Потому что мы все время держимся за ручку. И это ощущение, которое она дает, для меня лично важно. Вот. В этом случае у нас обито эко-кожи. Это самый годный вариант. С прострочечкой. Все ровненько, классно. Высота регулируется здесь телескопическим образом. Мой рост 186 см. Под мой рост здесь, в принципе, любая высота подходит. Естественно, вот это мне неудобно. Но вот дальше уже, как бы, хоть самый низ убирай, нормально будет ездить. Поэтому каждый для себя подберет нормальную высоту ручки. Так, давайте посмотрим на блок самопрогулочный. Так, кто скажет, что здесь недостаточно козырька. Тут, к сожалению, больше козырька ни в одной коляске предложить невозможно. Он накрывает здесь практически полностью ребенка с подножкой. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, куда еще. Можно, если этого много, соответственно, уменьшить его, закрыв одну секцию на замочек. Он даже так большой, посмотрите. Короче, проблем с козырьком здесь нет. Ткани, кстати, здесь очень приятно и тактильно. Вообще не раздражают. Я бы даже сказал, приятно трогать эту ткань на козырьке непосредственно. В самом же сидении ткань немножечко грубее. Но здесь ткань не такая приятная, как на козырьке в самом сидении. Но она зато намного-намного износоустойчивее. Потому что ноги, игрушки, чего только здесь не бывает. Поэтому она не порвется. Маловероятно. Она очень-очень прочная ткань. Достаточно мягкая. Так, давайте сейчас самый такой угол сидячий покажу. Так, козырек случайно снял. Так, здесь смотрите. 110 градусов. Это, конечно, не 90, но для любителей, кто не любит, точнее говоря, когда спинка чуть заварена, пожалуйста, это прям для вас. Так, что касается сидений, пятиточечные ремни, мягкие накладочки у нас везде есть. Все отлично. Бампер у нас, соответственно, здесь тоже в эко-кожа. Его, кстати, можно откинуть, как калиточка. Прям отлично. Ой, не попал. Как калиточка он откидывается, отлично. Подножка тоже у нас регулируется. Плюс ступенька для ребенка очень классная, широкая. Когда подрастет ребенок, здесь можно ставить ноги, и все будет супер. Поэтому с сидением здесь все хорошо. Ну и, конечно же, он реверсивный. И по ходу ставим, и против хода ставим. Поэтому с полугода смело можно хоть так, хоть так гонять без проблем. Так, давайте посмотрим на 170 градусов. Вот. 170 градусов. Тоже очень даже хорошо. Так. Так. Все, здесь разобрались. Что касается задней стенки, у нас здесь нет никаких кармашков. В принципе, ничего такого. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь, да, здесь у нас есть москитная сеточка. Где-то на природе летом проветрить ребеночку. Пожалуйста, без проблем. Соответственно, идем дальше. Что мы имеем? Так, ну, в принципе, по прогулочному блоку здесь все понятно, разобрались. Давайте теперь с вами посмотрим на саму раму. Раму я поюзал, понажимал везде, где мог. Не люфтит, не скрипит. В принципе, все очень даже хорошо. Претензий к раме у меня нет. Она металлическая, металл толстый. В общем, внушает, скажем так, доверие. Вот. Что касается колес. Колеса у нас здесь резиновые. Резиновые. Плавность хода, кстати, у колясочки прям отлично. Удалось ее чуть-чуть на улице прокатить. Прям мне понравилось. Все супер. Передние колеса, естественно, можно заблокировать, чтобы они не поворачивали. Это, как говорится, стандартная ситуация. Давайте посмотрим на багажник. Багажник здесь... Для меня лично важно, чтобы багажник был большой. И здесь он более чем отличный. Потому что, ну, посмотрите, место куча. Вот так он чуть-чуть уменьшается. Вот так увеличивается. Поэтому сюда накидать можно много чего. Я думаю, нехватку в багажнике вы ощущать не будете. Конечно, всегда хочется его чуть-чуть побольше. Так. Что касается тормоза. Тормоз у нас педалька. И оба раза она нажимается сверху. Правда, очень-очень звонкая такая. Прям с таким щелчком работает. Так, и очень классная фишка. Единственное, сейчас она не активирована. Здесь вот стоит светодиодная панелька. Здесь лампочка. И сверху кнопочка. Нажимаем, и она светит на дорогу. Сейчас я не могу вам продемонстрировать. Но видел, как работает. Светит достаточно ярко. В начальное время вы увидите вам препятствие, которое нужно объехать. Поэтому прям отлично. Отлично. Так. Что касается рамы, колес. Мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим, как она складывается. Потому что это важный момент. Я попробовал ее сложить с блоком. По самом деле это не вариант. Потому что блок здесь торчит и мешает. Поэтому его бы я рекомендовал снимать. Вот если бы она еще дальше ушла, туда вниз, тогда бы все сложилось хорошо. А так он торчит и получается такое себе. Поэтому лучше блок снять. Вот. Убираем в стороночку. И складываем раму. Вот так у нас складывается рама. Ну, собственно, рама. В большинстве подобных колясок рама выглядит в сложном виде так. Достаточно компактная. Но блок, единственное, приходится ставить как-то его отдельно. Можно прям сверху положить, чтобы сэкономить место. Вот. Поэтому вот такой вот нюанс есть. Есть. На самом деле большая редкость, где коляска складывается вместе с плагуточным блоком. Раму можно сложить. Но в целом, как такая хорошая всесезонная, вседорожная прогулочная коляска с реверсивным блоком и до 30 тысяч рублей. Я считаю, такой достаточно неплохой вариант. С такой плавностью хода. С такими материалами. Ручка ВК-кожи. По большому счету претензий к коляске нет. Единственное, кому-то может не понравиться, что ткань вот здесь вот чуть погрубее, чем на козырьке. Но на самом деле это даже лучше. Дольше будет оставаться такой товарный вид у коляски. Поэтому, не знаю, вполне даже хорошо. Вот. Ну, собственно, добавить мне больше нечего. На мой взгляд, колясочка годная получилась. Я бы рекомендовал ее для рассмотрения среди себе подобных колясок в бюджете до 30 тысяч. Вполне прям неплохо у них получилось. Вот. Ну, выбор, естественно, как всегда за вами. Вот. Если вы для себя что-то интересное подчеркнули, что-то узнали в этом обзоре, ставьте свой царский лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. И в заключение, First Buggy. Большое спасибо за предоставленную колясочку на обзор. Так что, всем удачи. Пока.